Позишн номер один, отдыхаю, встань. Позишн номер два, тебя хочу. Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем нашу радио и телеаудиторию. И, как всегда, в течение этого часа будем говорить о самом важном, о том, что разъединяет, ну а в первую очередь, что соединяет столь непохожих людей. Что соединяет мужчин и женщин, что их разъединяет. В общем, во всем этом будем разбираться досконально. Потому что программа «Красавицы и чудовище», как всегда, с вами. Значит, все на своих местах. Красавицы Дарья Завгородняя. Здравствуйте. Я Елена Афонина. И сегодня в роли чудовища мы не устаем говорить, что именно в роли. Потому что порой наши герои полностью опровергают такое определение, как чудовище. Так вот, сегодня в этой роли будет выступать певец-композитор Кай Метов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ныне успешный бизнесмен, так что будем считать, что... Тьфу, да, по поводу успешности. Меня, честно говоря, немножко поразило название вашей передачи, потому что, когда меня сюда приглашали, как-то вот название передачи не было озвучено. Это специально. Пообщавшись с вами до эфира буквально полторы минуты, и сейчас, услышав название, вот, я себя так немножечко чувствую очень в приподнятом настроении. Ну, мне кажется, что наши просто гостевые редакторы решили, что вы скромный и не сексуальный. Не сексуальный. И вам не понравится слово чудовище. Это вот эта милая девушка так... Понимаете, мало ли, она же по телефону разговаривала с вами. По телефону. Да, она тут вокруг меня с чайником бегала, пыталась чая. Ну, она, значит, переменила свое мнение. Да. Позишн номер один. Ну, в общем, начинаем. Начинаем мы говорить о том, что, собственно, может привлечь мужчину определенного возраста в девушке, эдак, лет на 20 младше. Ну, а именно, привлекают ли мужчин, собственно, юные особы, если да, то чем? И, кстати, к этому разговору, обращаясь к нашей аудитории, можете присоединяться и вы. Ну, ты, Лен, странный вопрос задаешь. Если да, то чем? Как это чем? Как привлекают? Друзья мои, пока вы не начали, так сказать, углубляться в свою сону. Я пошел. Да, и я не забыл суть вопроса. Хочу сразу сказать, что вот эта проблема, она частная, то есть разница в возрасте. А вот в начале передачи вы сказали, что объединяет, что разъединяет. Объединяет всех в этой жизни, бессомненно, любовь. И человек рождается в любви. И когда он рождается в любви, эта любовь ему помогает справляться со всеми трудностями. Она помогает ему найти подходы ко всем людям. Причем не только к людям, но ко всем божьим творениям. И у человека все хорошо получается. Ровно до того момента, пока не включаются, наверное, какие-то вот такие моменты рождения личности, когда человек начинает себя дифференцировать в пространстве, что не просто вот тут он часть природы, он часть этого общества, социума, но он как бы еще отличается чем-то от других. У человека включается эго, у человека включаются какие-то другие вещи, в том числе, наверное, вещи, которые ему помогают продвигаться в этом. Такие как тщеславие, гордость, они его так спонсируют, его эгоизм, чтобы человек больше развивался. Так вот слушайте. И вот когда человек начинает подниматься по вот этой истории, он забывает про то, что он родился в любви, и у него начинаются проблемы. И он начинает эти проблемы решать уже с помощью, так сказать, каких-то вещей в нашем с вами мире, забывая о том, что все исходит изнутри. И вот тут, конечно, тут начинается, да, и давайте кого-нибудь помоложе, и давайте кому-нибудь побогаче, и давайте то, и давайте все. Но это не выход из положения. Выход из положения – это все-таки не забывать о том, что миром правит любовь. Вот Кометов у нас мудрый, а дорогие радиослушатели... Да, мы это узнаем. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Но, вы знаете, все это, конечно, здорово, и все эти рассуждения о всеобщей любви и о том, что... Нет, не всеобщая любовь. Но как если мы рождены все в любви? Мы все рождены в любви, да. Что значит, соответственно, это... Ну, знаете, некоторые попьяни, не все в любви. Да подождите, может быть, конечно. Мы сейчас говорим о разной любви, понимаете? Вы говорите о любви эго, да. А я говорю все-таки о такой вот внутренней любви человека, на которой жильдится вообще все в этом мире, абсолютно. Ну, подождите, давайте мы вот ближе, что называется, к вам. Уж коли вы наше сегодняшнее чудовище, то... Очень приятно. Здравствуйте всем. Я сегодня чудовище. Так вот, в вашей-то биографии личной все-таки был момент, когда глянулась вам, да еще как сильно, девушка, которая была в разы вас моложе, а точнее, ровесницы практически вашей дочери, скажете, не было? Почему? Я это... Было. Не то, что я не скажу, я об этом везде рассказываю уже 20 лет. Вот. Ну-ка, 20 лет. И что, это было ваше эго или это было... Значит, расставим все точки над «и». Да. То есть я просто человек очень честный, я не скрываю каких-то вещей, и я сразу сказал, что когда мы познакомились, действительно у нас была большая разница в возрасте. Ну, как вы... А потом у нас остались. Ну, как вы прекрасно понимаете, да, у девушек идет это вот так, а у мужчин немножечко по-другому. Но дело не в этом. Мы расстались совершенно по другим причинам, которые не имеют отношения ни к разнице в возрасте, ни к каким-то таким, скажем, меркантильным вещам. Просто вот опять же, я не хочу очень сильно вас загружать, наверное, слишком излишним в философстве. Не, грузите, грузите. Но тем не менее, мне кажется, что вот люди, когда они соединяются в этой жизни, да, не только для совместного проживания, а вот просто вот им и хорошо вместе, им интересно вместе. У них общие горизонты, у них общие какие-то взгляды на вещи. Вот. А потом начинаются какие-то ситуации, когда один давлеет над другим. Говорит, вот ты сиди дома, ты там ничего не делай, а сам живет дальше, развивается. Или наоборот делай. У него горизонты меняются, да, а у этого человека остаются. И когда тот обрастает уже новыми какими-то декорациями жизни, новые люди входят в его сюжеты, а этот все возле, стоит и жарит котлеты. А второй стоит и жарит котлеты. И получается, и получается, что они разошлись уже, скажем, ментально как-то еще, и дальше их жизнь просто разрывает на части. Это уже может быть как угодно, в любой ситуации материализоваться. Но изначально то, что у них разорвались общие интересы. Поэтому вот я всегда шел по пути того, что не давлеть над личностью другого человека, а наоборот, всячески помогать. Особенно, если это личность творческая. И вот если мы говорим сейчас о Оле Филимонцеве, с которой у нас была разница, то я как раз пошел этим путем. И переусердство. Ну и что? Все у нас прошло. На душе тоска я налью вина за твои глаза. Ее поглотил шоу-бизнес. А у девушки очень важно. Вы знаете, вот мне кажется, что да, я извиняюсь, что я так много говорю, наверное, да, вы так много не осмотрите. Да, говорите интересно, давайте, расскажите, Кай, пожалуйста. Просто хочется это сказать, поскольку... Давайте расставим точки над «и». Поскольку с первой женой вы развелись, получается, что вот на каком-то этапе у вас тоже пошло вот это вот расхождение в интересах. Она жарила котлеты, ну, на своем же оптимаре говорите. Ну, если мы говорим сейчас о Наташе, то насчет котлет она жарила, это немножко... Там были другие проблемы. Там были проблемы, скажем, я был очень молод. Я пришел с армии раз-два и... И у вас не было разницы в возрасте с первой женой? Ну, по сегодняшним меркам мы были ровесники. У нас была разница в пять лет. Да, но это не разница, конечно. Вот. Здесь, скажем, с Олей, скажем, какой-то такой ощутимой разницы, вот, я тоже не чувствовал. Почему? Потому что она очень смышленая, она очень любознательная, она очень позитивная. И вот эти вещи, они, скажем так, мне тоже очень близки, и это нас как-то так соединяло. В какой-то момент я, ребят, заметила, между прочим, вот такую историю. Когда-то в какой-то момент своей жизни зрелый мужчина, уже обычно преодолев 40-летний рубеж, начинает вдруг тосковать по веселости. Ему какой-то веселости в жизни не хватает. Ой, я вас умоляю, я вот никогда не тосковал по веселости, потому что у меня жизнь всегда была веселой. Или что-то такое. Так нет, у меня жизнь всегда была веселой. То есть, скажем, моменты, которые ведут человека к депрессии, они у меня в корне отсутствуют вообще по умолчанию. Потому что у меня есть... Вы не умеете отчаиваться. Нет, вы знаете, у меня есть огромная своя собственная фишка. Ну, она, собственно говоря, есть у всех, но ей почему-то люди не пользуются. То есть, когда у тебя жизнь начинает развиваться немножечко не туда, ну, тебе даются сигналы какие-то. Более того, когда у тебя начинает накапливаться какой-то легкий негатив, поначалу легкий, да, ну, обычно как люди делают? Либо выливают на чью-то чужую голову, либо копят в себе, да. И в том и в другом случае это не совсем правильно. У меня гениальный выход. У меня с самого детства всегда был под руками замечательный инструмент под названием рояль. Я садился за этот рояль. И в процессе общения с роялем вот то, что только начинало формировать внутри меня путь, в конце которого депрессия... Это не я на соседей выплеснул депрессию, это рояль скотина такая. А рояль, извините, а вот тут как раз происходит легкая сублимация. И то, что было негативом, во вселенной отдается в художественной форме. Не, ну, приятнее, конечно, Баха сыграть ту-ду-ду-ду. Да нет, вот как раз я здесь вот не был просто исполнителем, который играет Баха, а играл то, что рождается в моей душе. И именно вот это таинство, таинство того, что я вот как сейчас с вами разговариваю, так же я, скажем, с помощью инструмента выражал эти эмоции, они из меня исходили. Но уже во вселенную уходили с положительным ключом. И поэтому никому не было плохо, а наоборот было хорошо. А что вы играли в Ауринке? Я могу сказать, что у меня очень хорошо получается импровизация, мне все время говорят, а вот ты играешь и играешь, а что ты записал это, что это за произведение? Говорю, все, этого произведения больше нет, потому что я его не записывал, я его не забыл. Это вот, это и сиюминутный экспромт, который ушел во вселенную. Ну, давайте вернемся все-таки к нашей теме. Я хотела бы напомнить нашей аудитории, что мы сегодня пытаемся выяснить, все-таки не пугает ли лично вас большая разница в возрасте. Ну, не важно, вы старше, он старше, это если мы говорим о мужчинах и женщинах в данном случае. Ну, или, соответственно, наоборот, кто из вас старше кого, это вы уж сами нам признаваетесь, но есть ли какие-то такие щекотливые моменты, которые вас напрягают? Ну, вообще, друзья, я бы рассмотрела тему в том аспекте, что моложе женщина, то есть женщина моложе. Вот вы знаете, друзья мои, вы, мне кажется, немножечко... Мужчины редко женятся на старых бабках. На бабках, да. Мне кажется, вы немножко однобоко смотрите на эту проблему. Я объясню, в чем дело. Конечно, есть такая часть населения, которая считает, ну вот моя там женщина уже стала такого возраста, который меня не очень устраивает, а я вот тут такой весь, я могу себе позволить. Да, есть известный анекдот, меняют, ну, за 40 на 2 по 20, поэтому... На 2 по 20, да, замечательно. Но я могу сказать, что есть огромное количество людей, которые вот пришли к этому именно по той схеме, о которой я говорю. То есть их отношения переросли друг к другу, вы понимаете? И если человек... И тут еще вторая тоже ситуация. Если человек, допустим, начинает общаться с человеком, с которым большая разница с ним в возрасте, это тоже не значит, что здесь есть какие-то интересы корыстные у нее или у него меркантильные к ней. Здесь тоже может возникнуть чувство любви, вы понимаете? Это любви, все возрасты, покоры. Ну, понятно. В этом союзе было какое-то чувство неловкости, ну, я не знаю, неудобства, неловкости. Вот абсолютно все. Вы знаете, если бы у меня было чувство неловкости или неудобства, этого союза бы не было. Ну, как же неудобства-то, Лена, они же спят друг с другом. Не, слушай, ну, я понимаю, но когда она бежит, понимаешь, на дискотеку, а его за собой тащат? Нет, вы знаете, там не было такого. Ну, дискотека. Более того, я сейчас могу сказать, у меня очень много знакомых, скажем, ну, конечно, не совсем уж юного возраста, ну, где-то середина, там, 24-26, 28 и так далее. Я могу сказать, что взгляды совершенно противоположны тому, что я сейчас побегу на дискотеку, вот мне нужно тут нагуляться, вот мне нужно тут всего этого понабраться. Наоборот, какие-то вот сейчас, не знаю, может быть, это мой частный случай, но меня окружают вот девушки, у которых очень серьезные. Ты-то они за вас замуж хотят, кайкс. Да что вы, конечно. Как им угодно карася за порося выдавать, это женщины, мы, знаете, какие специалисты большие. Я понял вашу диспозицию, Даша, я понял. Давайте телефонный звонки слушать. Даша скептик, да, мы обе с... А, у вас, понял, у вас распределение. Да. Вы скептик. Плохой полицейский и хороший полицейский. 8-800-200-0907-02, не пугает ли вас разница в возрасте? Вот о чем идет речь. И Ольга нам дозвонила, и здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Я недавно смотрела, ну, шоу в Корее, если по категории, с Петром Истерманом. Вы, наверное, помните, да, о чем я говорю? Да, вот Кайметов там участвует. Да, конечно. Безусловно, с позиции, например, на основе вашей программы, я понимаю, что это сегодня переигрыш Алинкова цветочка. Вариации, да? Правда? Ну, там, извините, красавицы и чудовища, скорее. А мы-то сейчас говорим о разнице в... о самой программе. Ну, понятно, да, сама программа, да. Задача, мой вопрос. В чем он руководствовался, когда я согласилась участвовать вот в этой программе? Я никак не хочу характеризовать этого Петра, но вот тот лексикон, который я наблюдала за ним, думающего человека, и, вероятно, получившего изначально достаточно хорошее воспитание. Ну, вы знаете, мне было брось, но ли там кто-то представлял невольничий рынок, несмотря на то, что были девочки достаточно более или менее относительно, конечно, среднего уровня и социального, и нравственного. Да, Ольга, ваш вопрос понятен, спасибо. Сейчас Кайметов на него ответит. А хорошенький хоть? Значит, отвечай на этот вопрос. У него страшно иногда, у Листерман это бывает. Я, когда шел на эту передачу, я прекрасно понимал, что жениться там никто не собирается. По той простой причине, ну, кто пойдет туда, сказать, выходить замуж? Понятное дело, что это шоу, что это игра. Ну, а я бы вышла за Кайметов. Так вот, смотрите, мне было очень интересно оказаться в этих ситуациях. Мне кажется вообще, что личность человека раскрывается именно в каких-то нестандартных позициях. Вот вы что сегодня учинили мне, да? Пришли, оп, названия, пришли, оп, вот эти вот ваши диспозиции. Я сижу такой, и вот чувствую такую легкую неловкость. Вот это, вот это дорогого стоит, понимаете? Вот этот адреналин в этой передаче присутствует. Далее, более того, вот со мной был второй выпуск сегодня, кстати, финал. И должен сказать, что он очень сильно отличается от первого. Почему? Потому что можно быть в какой-то экстремальной ситуации, но свои собственные вибрации, свое собственное мировоззрение распространять на людей, которые вокруг тебя. А можно наоборот быть, как бы, такой пешкой в чужих, так сказать, эмоциях, в чужих мыслей. Ну и как вы распространяли? Я хочу, так вот я вам могу сказать, при мне Петя никогда не ругался, при мне он никогда не называл девушек какими-то другими, ну, какие-то у него там есть очень некрасивые слова. Вот я ему это сразу сказал, Петя, вот так, так, так и так. И все получилось хорошо. И те некоторые нюансы, которые сейчас идут, за которые передачу ругает, они все были сняты, когда меня там не было. Но вы видите, тут тоже ситуация какая. Я с каждой девушкой, которой там были, я с ней очень подолгу разговаривал. Говорю, что ты сюда пришла? Вот ты молодая, у тебя все есть. В телевизор хочет? Нет, были ответы, ответы были совершенно разные. Кто-то хочет телевизор, но таких очень мало. Вот, вот смотрите, вот она я, таких нет. Мне кажется, что многие люди приходят за опытом. Вот как я, например, я пришел за опытом. Мне очень интересно, это все реалити-шоу. То есть это не «Дом-2», это не какие-то там еще истории. Это проект серьезной компании. Но в связи с тем, что личность Петра действительно очень одиозная, я бы, конечно... Подождите, за каким опытом? Телевизионным или опытом ума личным? Реалити-шоу. И на реалити-шоу. Более того, я очень любопытный человек. Если вам интересно, буквально две секундочки отвлеку время, я вам могу сказать. Не знаю, не факт, что пошло. Я вот, несмотря на то, что у меня сейчас 47, вот скоро будет 48 лет, я сейчас вот, я постоянно учусь. Сейчас я учусь в ГИТИСе. Вот, заканчиваю на актерской популяции. А на кого? А, на артиста? Да, артиста. Мне очень интересно. Я снимался всякие такие... На платном, да? На платном? Заочное, да. Заочно-очное. У нас такое обучение платное, да. И хочу сказать, что мне там очень интересно. Я открываю себе, опять же, новые горизонты. Вокруг меня появляются новые люди, новые сюжеты. И это все меня вдохновляет. Мой внутренний мир расширяется. Причем я впитывать стараюсь только те вещи, которые мне нужны. Которые мне не нужны, я отсеиваю. То же самое касается в этом проекте. У меня совершенно мимо ушей пролетает все, что многие вот так вот пытаются подчеркнуть оттуда энергию. И только суть во мне остается. Когда я заходил в эти комнаты, где... Я, кстати, у них по комнатам и не ходил. Когда мы встречались где-то с девушками, ну, они были все паиньки. Вот прям, ну, все такие вот прям смотрят. Но вот то, что я сейчас смотрю и там смонтирован, действительно, только я ушел из дома, там начинается сыр-бор. Но это понятно. Это они строят свою вселенную. Они пиарятся таким образом. Им нужны скандалы. Они приобретают этот опыт. Я приобретал другой опыт. И более того, я внес в эту передачу, мне кажется, очень много добра и позитива. И сейчас последние выпуски, несмотря на то, что их передвинули на такую заполночь, и, понятно, их никто не смотрит, но поверьте мне, вот там и вот столичка уже нет того, за что ругали вот первые выпуски. Поэтому я считаю, что я попал туда вовремя и, может быть, даже как-то спас эту ситуацию. Ну, потусить, короче, ходят артисты на брачные программы, дорогие друзья. Естественно. У нас тут Анастасия Волочкова была, так она в «Давай пожениться» участие приняла. Она что, реально хотела муж найти? Конечно нет. Ну, вот это ужасно, что они не хотят жениться. Так я вам даже больше скажу, девушки милые, вот вы там ругаете передачи, что через передачи нельзя найти. А вообще, человека можно ли найти? Человека можно только встретить. Вы будете бегать, искать, этот нет, нет, этот, нет. Слушайте, ну в интернете прекрасные люди друг друга находят. Это все тоже, извините меня. Да там какие-то сумасшедшие. Прежде чем найти какого-то человека в жизни, его нужно найти внутри себя. Сначала нужно самого к этому подготовиться. Вообще, когда я был очень маленький, для меня женщина, это было что-то такое, вот, честно говоря, пьедестал. Я думал, нужно столько подвигов совершить. Нужно быть таким мужчиной, чтобы вот Анаст не зашла, чтобы она тебя выбрала. А потом, оказывается, как фигня вообще. А потом в реальной жизни немножечко этот образ, да, 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 да. Немножечко этот образ разрушили. Но, тем не менее, я все равно остался, а, романтиком, я глубоко уважаю женщин, и более того, всегда ценю творческие вещи. Поэтому, если в женщине есть креатив, ну это крючок, который меня ловит. Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Итак, не пугает ли вас разница в возрасте? Вот, собственно, о чем мы спрашиваем. Кстати, да, я могу сказать, что на этом шоу действительно большая разница со мной у всех девушек. Ну, естественно, да, конечно. Что, как бы, тоже актуально в вашей программе. Светлана, мы слушаем вас. Здравствуйте. Светлана. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Очень приятно слушать, Кайя Митова. Вот у меня отдельно такой вопрос. Мы очень часто обсуждаем ситуацию, когда мужчина выбирает спутницы намного младше девушку. Но меня больше волнует другой вопрос. Среди моих знакомых такая тенденция вот такая нарисовалась, что выбирают как раз мои знакомые мужчины, выбирают все женщины намного старше. Вот как это можно прокомментировать? Это все вот такое непонятная тенденция для меня. Светлана, простите, а сколько вам лет? Ну, за 40. За 40. А мужчина младше. Ваши ровесники еще более старших женщин предпочитают? Да. Да, вот. Просто хотелось понять. Вообще это неблагодарное занятие влазить в чьи-то отношения. Люди сами разберутся. Ну, да, ну, понятно. Здесь могут быть... Понятное дело, что вы хотите от меня услышать. Говорят о тенденции. Ой, как такое может быть? Значит, что-то нечистое. Ну, как приходят на ум все. Все начинают обсуждать. Ему 45 и... У них такая разница в возрасте. Значит, значит, ему кому-то что-то от кого-то нужно. И люди просто иногда им в голову не приходят, что вообще люди иногда влюбляются в друг друга. Понимаете? Такое светлое чувство. Ну, подумай, что он 50, он в 70-летнюю бабку влюбит. Ну, если им комфортно вместе, почему нет? А вон герцогиня Альба, между прочим, еле ходит. Ничего не говорит, язык у нее заплетается. Герцогиня Де Альба, у нее 180 титулов дворянских. Ей 86 лет она поженилась с Альфонсо Диасом. Со своим... Он, кстати, тоже не барахло. Он владелец тура агентства Альфонсо. Альфонсо, имя говорящая. Она раздала все свои богатства потомкам. Все раздала по завещанию. И проживают они в согласии и радости с этим Альфонсо. Ну, замечательно. Ну, мне кажется, Альфонсо попиарится все-таки приятно. Ну, вопрос от... Мы 60 лет, а я его... Вопрос от Светланы был следующий. Может быть, действительно что-то с мужчинами не так, если они ищут, ну, я не знаю, что, опоры, может быть, поддержки. Вы знаете, когда мужчина ищет женщину, неважно, какого возраста, это уже хорошо в наше время. Отлично. Вы человек, который уже с самого начала нашей программы говорит о позитиве, о каком-то таком вот любовном, благородном, очень красивом... О внутренних ресурсах, все родились в любви. И тем не менее, и тем не менее, подождите, если это так, то вы, наверное, должны сейчас быть олицетворением самого счастливого семьянина. Но мы в сухом остатке видим, а, развод с первой женой, б, неудавшийся союз с девушкой, которая была у вас моложе, ну, не знаем, что там дальше, 5-е, 15-е, 25-е, может быть, сейчас-то так, что прям, ах... У вас позиция такая, что мы и вы, не знаю, вы это подаете как негатив. А на самом деле это же позитив. Вы понимаете, человек, вот благодаря Оле я одну вещь усвоил на всю жизнь, которая мне очень помогает, и мне кажется, благодаря этому в моей жизни складывается все очень хорошо. Когда ты встречаешь какого-то человека и боишься очень сильно его потерять, ты провоцируешь это. И вот я, когда познакомился с Олей, честно говоря, вот первое время очень боялся того, что мы расстанемся. А почему? Ну вот, не знаю, вот так вот как-то вот... Она вас бросит, идет к молодому, да? Да нет, такие вещи я не думал, как раз. Думал, думал. Вот, но потом я пришел к выводу, что можно... Зачем я этого боюсь? Вот этот страх, он убивает наши отношения. И я подумал, что действительно, может быть, я не буду с ней жить всю жизнь. Может быть, я с ней проживу год, может быть, 10, может быть, 20, может быть, 100 лет, может быть, день, может быть... Вот не важно сколько, но это будет счастливый отрезок моей и ее жизни. И как только вот у меня такая установка сработала внутри меня, вы знаете, у нас все стало гениально. И, может быть, из-за этого я, как сказать, потерял некие рычаги эгоизма и перестал вот как-то так давлеть чуть-чуть на дне. Я отключу телефон, мы будем только вдвоем, мы все печали пройдут. Мне не важны сегодня ты, а другие подождут. Ну, тут как раз, может быть, конфликт поколений, потому что мой опыт меня привел к этому умозаключению. А у нее этого еще не было, потому что, вот, скажем, сейчас я говорю о минусах разницы в возрасте, да, потому что, вот, скажем, она из-под крыла одной семьи сразу попала под крыло мое. И у нее не было в жизни вот этого периода, когда обжечься, там, жить на съемной квартире, там еще какие-то вот такие вещи. У нее этого не было. И, наверное, по судьбе, вот, ей этот опыт был необходим. И вот это тоже как-то немножечко нас стало разрывать. Ну, она его приобрела или опять перешла под крыло какого-нибудь Но с другой стороны, хочу сказать, вот пример моих родителей, да. Зажитченному артисту. Они 50 лет живут вместе и ни разу, ни разу не ссорились. И постоянно вот, и друг без друга не могут просто. Они не ссорятся при детях. Вообще не ссорятся. Более того, они, вот, я иногда, у нас там получается такая ситуация, говорю, мама, поехали сюда, или там я с папой съезжу. Нет, вот они не могут. Как я, ты что? Ну, если вот 20 минут друг без друга, для них уже трагедия начинается. Кайя, ну, Даша задала очень правильный вопрос. Вы просто говорили, поэтому, может быть, его не услышали. А вопрос заключается в следующем. Вы наверняка следите за Олиной судьбой, ну, посредственно. Может быть, где-то появляется что-то там, какие-то знакомые общие остались. Даша спросила, она как, перешла под чье-то дальше крыло? Нет, она очень самостоятельная. Или пошла на съемную квартиру? Нет, она самостоятельный человек. Более того, я могу сказать, что у меня нету такой вот практики, что я разрываю отношения с человеком, и больше никаких. Мы в очень хороших отношениях. Все ее родственники считают меня родственником. Более того, сейчас я летал в Кемеровскую область на День шахтера. Я опять заезжал домой, опять собралась вся деревня. Все считают меня хорошим, добрым родственником. И я тоже так открыл. То есть, действительно, менталитет такой, что мы в хороших отношениях. Просто вот, ну, как-то вот, судьба нас свела, нас судьба развела. Я очень хочу, чтобы у нее все сложилось. Она очень хочет, чтобы у меня сложилось. Даже более того, если у нас там под каким-то соусом, может быть, когда-то сложится. Но сейчас я не вижу к этому каких-то актуальных причин. Но вот нету, вот понимаете, каких-то, так сказать, вещей. Как люди иногда расстаются. Вот они расстаются и вот с обидой такой. Она от вас ушла. Не она ушла? Кто был инициатором вот этого? Кто сказал первое, знаешь, а давай мы все-таки и так далее? Вы знаете, инициатором, наверное, была сама судьба. Потому что, вот я и начал об этом говорить, вы меня перебили в самом начале нашей передачи. У женщины очень важны моменты приоритетов. Она может быть, она может заниматься всем, чем угодно в этой жизни. Оля всегда во всех интервью говорила, что у нее на первом месте семья. Но потихонечку, когда она интегрировалась в отечественный шоу-бизнес, он как-то так вот начал вот эти свои законы потихонечку, этими законами разъедать ее сознание. И какой-то определенный момент, несмотря на то, что, скажем так, словесно она позиционировала, что у нее на первом месте семья, как бы, де-факто случилась совершенно другая история. Да, что она вас навернет. И я хотела, чтобы вот у нас были дети. Ты сон мой и бред. Надежда и свет. Я всю жизнь бежал навстречу. Как хотел я наши встречи. Но тебя со мною рядом нет. Семью люблю, детей не хочу. Да, нет, я скажу почему. Потому что вот сначала там были одни вещи, потом другие, потом карьеры. И когда я ей сказал, Оля, ну надо как-то вот так, всяк или так. Определись, Пятачок. Она сказала, ну вот мне нужно вот это все закончить. Я говорю, хорошо, давай ты это все закончишь, а потом, как бы, даст Бог, вот мы все это дело с тобой продолжим. То есть я не говорю, что это было так. Мы расстаемся. Мы очень мирно, очень красиво решили пожить отдельно. И вот живем отдельно уже три года. Ну и дожились, и дожились. Живем отдельно три года, причем совершенно спокойно созваниваемся. У нее своя жизнь, у меня какая-то своя жизнь. Если у нее возникают проблемы, я всегда помогаю. Если, так сказать, мне нужна психологическая какая-то. Ну сейчас, правда, такого нет, но теоретически, если такая возникнет ситуация, я думаю, что она тоже с удовольствием, ну а может быть и не с удовольствием, во всяком случае, на мой взгляд, с удовольствием. В общем, зрелый мужчина и молодая женщина – это бескровный товарищ развод. Можно, есть о чем задуматься. Я вам могу сказать, что более-более... Пойду поищу себе дедульку, дедульку зрелого, 65-летнего. Кто там у меня старше на 20 лет? 70-летний уже теперь. Друзья, а мне знаете, что подумалось? Мне подумалось о том, что вот недавно я была на вечеринке у своих друзей. У меня друзья, мальчишки. Ну такие 40-летние мальчишки такие симпатичные. И вот мы с этими мальчишками, значит, вот сидим. А при каждом мальчишке девчонка. И если им там в районе что-то такое, 36-е, то девочкам им в районе 25-28 в лучшем случае. И я в какой-то момент им говорю, слушайте, ребят, я себя с вами просто мужиком чувствую. Потому что у меня вот нету дедульки, которого я могла бы привезти. И, скорее всего, уже и не появится. Потому что женщина в определенном возрасте, в общем, пролетает, как фанера. Но я не о том хотела сказать. Я подумала, почему эти мои друзья, они себе выбрали молодых таких женщин. Причем не совсем молодых женщин. То есть эти женщины стоят на ногах, они уже что-то такое там образование как минимум получили. Уже английский знают хотя бы, в общем-то. Ежели там на фортепианах не играет. Ну и я поняла просто одну простую вещь, и даже со мной откровенничали некоторые. Что вот я выбрал молодую, потому что молодая не такая самостоятельная. Да, она работает, да, она там что-то зарабатывает. Но все равно для нее эти 500 тысяч рублей, которые я в месяц зарабатываю, они для нее очень важны. Ей нравятся наручные часы за 1000 евро, а не за 1000 рублей, как ты, Дашечка, любишь покупать на всяких там своих барахолках. А что, Дашечка не любит часы за 1000 евро? Ну, на шоке за 1000 евро, но я на них долго каплю. Ну, их приятнее покупать девушке 25 лет, а не Дашечке. Потому что 25-летняя пока что не может себе сама совсем эти часы позволить. А, совсем. Проще говоря, мужчинам приятно обеспечивать своих девушек. Вы так вот начали, я думаю, куда же вы приведете, а вы все в бабки. Ну, на самом деле, я могу сказать, что... Это мужская точка зрения, как? Абсолютно. Вам приятно чувствовать себя благодетельно. Не хочу сейчас брать на себя ответственность, говорить точку зрения за всех мужчин. Это мое субъективное, частное мнение, но мною эти принципы совершенно не... Я не хочу там облагодействовать кого-то и завалить там... Я люблю делать подарки. Более того, это касается не только девушки. Неужели вам не приятно купить женщине шубу? Это касается не только девушки. Это касается вообще многих всяких вещей в моей жизни. Я... Вот с чего это, может быть, даже началось давным-давно. У меня было, скажем, такое не очень сытое детство. Потом получилось так, что все появилось в моей жизни. Я получаю удовольствие, когда мои друзья, скажем, счастливы. Я вижу, что они... И глаза горят удовольствием. Они могут себе позволить что-то кушать у меня дома, там еще что-то. Я при этом сам есть не хочу абсолютно. Я наслаждаюсь тем, что это вот... Поэтому вот это движение... И вообще, может быть, сейчас тоже какую-то прописную истину скажу. Но чем больше вы отдаете, тем больше вам возвращается. Поэтому говорить о том, что мужчина хочет задарить там вот всем этим самым... Так, подождите. Если следовать этой логике, то, например, Дарья Завгородняя, девушка, которая отдает мужчинам, по-моему, все, что может... Она у нее неправильный станок. Поставка, воплощение в счастье. Она пессимист. Она может все, что угодно давать, но при этом у нее пессимистические какие-то вот эти вибрации внутри нее, они... Передается мужчине. Благородство. Передается мужчина из шкафа. Пишет письмо, прости, дорогая. Хоть вешайте меня, что угодно. Я вам могу сказать, что все, что происходит в вашей личной жизни, это продукт вашего отношения к самой себе. Да, это ужасно. Хорошо, тогда объясни, почему в двух третях разводов звучит следующая фраза. Я отдала ему... Мы же говорим сейчас отдавать, надо больше, да? Я отдала ему лучшее, что есть в моей жизни. Мою молодость, красоту, мои лучшие годы. Да, Лен, она просто врет. Она все врет. Ну, не важно, она страшна, как смертный грех, и молодость ее закончилась. Ну, в прошлом тысячелетии. Почему она отдала? То есть я отдала, понимаете? То есть эта реплика, она звучит. Женщины так рассуждают. Это проблема стереотипов в социуме. Это навязанная идея, которые там, не знаю, с телевизора, с радио, там, от соседей как будто идут. Что значит, она прожила в счастье и любви эти годы. Почему она их отдала? Она просто пользуется, оперирует, понимаешь, Лен, какими-то эфемерными понятиями. Это отношение к самому себе. Как ты себе самой объясняешь, что у тебя было. Если у тебя была любовь, и ты говорила мужчине, что ты его любишь, что ты счастлива с ним, значит, ты его отдала. А если он тебе все это время не нравился, и ты мучилась, вот тогда можешь сказать, что я отдала тебе, мне это было все неприятно. Через силу. Я терпела тебя все эти 20 лет. И теперь я, ну а зачем ты тогда этим занималась? Ты жила свою жизнь. Точно так же можно сказать про мужа, точно так же можно сказать про семью, про родину, про земной шаг, про все что угодно. Что ты терпишь, и тебе все это не нравится. По той простой причине, что ты просто к этому так относишься. Ты изменила жизнь мою. Навсегда. Навсегда. А вот мне интересно, обиднее для мужчины эти слова будут звучать из уст той, которая его чуть-чуть младше, ну или там капельку старше, неважно, с которой минимальная разница в возрасте. Или эти слова будут обидны, если их произнесет там девушка лет на 20, а то и 30 моложе. Слова следующего содержания. Да, знаешь, все было замечательно, но ты вот и дальше следует список, чем ты не удовлетворяешь именно эту особу. У меня никогда в жизни не доходило до подобных разборок. А ведь молодая так никогда не скажет. Кстати, друзья, я что подметила, я тут лазила по форумам в интернете и обнаружила, какое колоссальное количество высказываний на тему «я ненавижу жену». Я ненавижу жену. Это сволочь, требует деньги, отвратительно выглядит, причем отвратительно выглядит где-то на третьем месте. На втором месте постоянно тарахтит. Она тарахтит и не затыкается вообще никогда, ни секунды. Я себя так неловко чувствую сегодня, потому что я присутствую на таких вот женских разборках. Так я же не закончила. Практически сижу сейчас на бабской кухне. Вы поймите меня правильно, я вас безумно люблю и уважаю. И ваше мнение, и все. Но у вас немножко однобокий взгляд. Вот эти вот все вещи, которые вы сейчас тут пытаетесь донести, ну это бытовуха, которая есть во всех вещах. Но вы, когда начинаете жизнь с мужчиной, вы же руководствуете с ней этим, вы же руководствуете светлыми чувствами, вы руководствуете с привязанностью. Но заканчивается-то все бытовухой. А почему? Почему оно заканчивается? Потому что домработницу взять. Да вот оно тут в голове заканчивается. Домработницу надо взять. Вот взрослый мужчина может молодой женщине взять домработницу. Няню для ребенка. А ровесник ровесницы не может. И поэтому, кстати, вот эти вот претензии к женщинам, она мне век заела, скотина, обыкновенно в равновозрастных семьях. Нет, на самом деле я вот хочу вас... В руки ровесники. Может быть это я делаю правильно, неправильно не знаю, но я хочу вас поддержать. Действительно, это очень сложная дилемма женщины. Оставаться женщиной и при этом взвалить на себя весь груз бытовых проблем. Да, потому что когда ты видишь какую-то другую женщину, и ты не видишь за ней всей этой бытовухи, вот она перед тобой просто красивая и замечательная, здесь есть некая история мужского понимания женского «я». А когда у тебя эта женщина начинает ассоциироваться со всей кухней, которая за ней следом идет, со всеми ее просьбами, со всеми ее... Конечно, тут другая история. Так вот, именно и дилемма женщины, остаться женщиной в глазах мужчины. Это очень сложно. Очень мало женщин умеют раскладывать по коробочкам. Вот в этой коробочке у меня кухня, в этой коробочке у меня секс, в этой коробочке у меня материнство. А можно мы такие же претензии, у нас остается 20 секунд, предъявим вам. Да, пожалуйста, я с удовольствием. А вы подарите нам подарок. Мужчиной. Потому что претензии в адрес женщины мы слышим постоянно. Она нехороша, она растолстела, она невкусно готовит, она меня заела. И только мужчина, сидя с пивным животом на диване, может изоргать такие ясны. Нет, если вы услышали от меня какие-то претензии в свой адрес, простите меня, пожалуйста. Но я просто собирался, хотел быть объективен или субъективен, но говорил честно и искренне. Спасибо. Хайметов, приветствую, композитор. Хочу вам подарить кое-что. У нас осталось уже за кадром, не за кадром.